Чего мы только не видели на чемпионате профессионалов РЖД. Каждая компетенция словно участвовала в негласном соревновании по зрелищности модулей. Порой задания для участников были похожи на игру в баскетбол, боулинг или даже на бармен-шоу. Самые яркие моменты прошедших пяти дней собрал Сергей Максимов. И сам освоил новую профессию. Огонь, дым и почти каскадерские трюки. Только за спецэффекты здесь отвечают не профессионалы кино, а сотрудники холдинга РЖД. Потомственный железнодорожник Никита Логинов приехал на чемпионат профессионалов РЖД из Комсомольска на Амуре. В подобных состязаниях не новичок. За плечами два аналогичных конкурса. В последнем занял первое место в своей компетенции. В этом году сложнейший модуль с остановкой локомотива у Планки машинист проходит быстро и четко. Одним словом, профессионал. Это уже у меня третье соревнование, финальные соревнования по всей России. Тут конкурсы сложнее, интереснее. Чтобы конкурсантам было действительно сложно, организаторы вывели на пути этого модуля новые локомотивы ЭП-20. На них участники чемпионата еще не ездили. Впервые познакомиться с новинками машинисты могли лишь за день до старта соревнований. Так как они лучшие, они лучшие у нас со всей сети железных дорог, они должны проявить свои навыки, потому что он на то и есть, что машинист, для того, чтобы, соответственно, продемонстрировать, как они умеют им управлять. И продемонстрировали. С ювелирной точностью сцепили локомотив составом, практически не расплескав стакан с водой, который стоит на автосцепке. Андрей Шаламов мог бы стать настоящим пожарным, но романтика железных дорог оказалась ближе. Впрочем, в тушении пожаров мужчина может дать фору любому укоротителю огня. Да, после таких конкурсных заданий кажется, что машинист – это очень экстремальная профессия. Но надеюсь, что в жизни нечасто приходится сталкиваться с такими ситуациями. Но даже если сталкиваться не приходится, уметь ликвидировать возгорание – навык для машинистов обязательный. Поэтому в арсенале каждого из них огнетушащий генератор. Плотное облако аэрозоля поглощает кислород в закрытом помещении и полностью ликвидирует возгорание. А участники компетенции управления транспортными средствами с помощью вилочного погрузчика могут даже продеть нитку в иголку, если понадобится. Точность и четкость – их главное профессиональное качество. Впрочем, в этом настоящие асы и водители фронтального погрузчика. По факту это та же обыденная работа, мы все это встречаем каждый день на своей работе. Просто мы не замечаем этого, не обращаем. А тут просто оно все на это указывается, что вот смотрите, будьте внимательны, будьте то. Составителям заданий в креативности не занимать. Зарабатывать победные баллы участникам помогает полный набор детской игровой комнаты. Кегли, кубики, мячи. Путем долгих переговоров и мозговых штурмов придумывали эти конкурсы и днем, и ночью. Не только придумывали, но еще и практически откатывали на главном материальном складе в городе Москве. Сергей Максимов, Владимир Беляков, Илья Азанов, Ринал Лудкулин, РЖД-ТВ, Екатеринбург. Высоких гостей, руководителей подразделения, РЖД и топ-менеджеров компаний сложно было отличить от настроенных на победу конкурсантов. Все были в хорошем настроении и нацелены на результат. На время можно было забыть о строгой форменной одежде и сменить ее на толстовки и куртки с фирменными логотипами. В доверительной атмосфере с руководителями холдинга пообщалась моя коллега Анна Егорова. Вы успели обойти площадки, посмотреть, кто чем живет, кто чем дышит? Или только своих навещали? Конечно. Я вот сегодня побывал, там у нас вагонники находятся, путейцы. Значит, до 80 неисправностей закладывают на участки. И победитель должен выявить все 80 неисправностей на вагоне. Это говорит, во-первых, о серьезном подходе нас, как специалистов, которые подготавливали и оценивали наших рабочей профессии и людей. Ну и, конечно, и наших работников, которые подготовлены и которые показывают такие высокие результаты. И сегодня, получая от них обратную связь, они говорят, а можно еще вот так сделать, а можно усилить. То есть я понимаю, что сегодня такая площадка позволит нам, в следующие года проводя такие чемпионаты, более усиливать, потому что люди показывают очень высокие профессиональные качества. Про детскую железную дорогу хотела спросить. А удалось пообщаться вот с юными участниками? Я с ними тут на этой детской железной дороге периодически общаюсь, потому что это такой объект, вместе с Кванториумом, на который невозможно не приезжать. Это горящие глаза, это наша будущая смена. И поэтому, как мы сейчас к ним относимся, как мы в них вкладываемся, так они дальше будут работать. И вот именно те мелочи, о которых я говорил, и закладывают вот то будущее, которое дальше будет реализовываться в нашей компании и на российских железных дорогах. Ласточки по всей стране уже летают. Абсолютно верно. На каких-то дорогах какие-то, возможно, разные нюансы есть. Вот насколько такой масштабный чемпионат, где все объединены, позволяет опытом обменяться между дорогами? Во-первых, это позволяет увидеть коллег, пообщаться, поделиться опытом, у кого лучше, у кого как. Как вот, какие-то новые приемы, механизмы, как работаем, внешний вид посмотреть, друг на друга познакомиться. Это здорово, что есть возможность так общаться. Действительно, маршрутная сеть становится все больше и больше. Ласточки объединяют города, соединяют страну. Уже все больше и больше нет тех регионов, где бы ласточка в той или иной мере себя не засветила. И, конечно, локомотивный бригад работников наших, которые причастны к обслуживанию и курсированию поездок «Ласточка» становится все больше. Это уже такая когорта специалистов. И возможность пообщаться, увидеться, встретиться вместе, на мой взгляд, это такой хороший толчок к тому, чтобы развиваться, видеть лучшее, двигаться вперед, ну и дружить, общаться. А как вы считаете, если по компетенциям поговорить, здесь очень много компетенций, связанных с рабочими специальностями. Не считаете ли вы, что должно быть еще больше компетенций, связанных именно с информационными технологиями, потому что условия диктуют? Ну, скорее всего, вы правы, да, будет их больше. Но мы же сейчас что делаем? Вот ребята, у них стояла задача развернуть операционную систему, развернуть приложение. Все это надо сделать на отечественном программном обеспечении. Но многие вещи, которые мы делаем как IT, они достаточно хорошо тиражируются для, допустим, движения. Вот у нас маршрутизация наших пакетов и данных. Это задача очень похожая на то, что нужно движенцам, потому что математика примерно одна и та же. Поэтому мы каждый раз думаем о том, когда мы это делаем, каким образом это можно применять нашим функциональным заказчикам. И вот здесь, в этой коллаборации, очень интересно это отрабатывается. Я думаю, что с каждым годом все будет больше и больше. В церемонии открытия до закрытия я видела, как менялись лица людей. Вы увидели какие-то перемены в настроении и, главное, эти перемены к чему? Это же полноценная практически Олимпиада для наших основных профессий. Каждый участник долго ждал этого события и жил в таком предвкушении. То есть первые дни были в ожидании, что же здесь произойдет. Потом прошел этап адаптации. Люди начали привыкать к нашим оценочным процедурам, площадкам. Начались коммуникации. Был день, когда все познакомились. И началась вот такая уже совместная командная работа на этих площадках. Потом, как всегда, возник спортивный интерес. И уже начались серьезные баталии на наших площадках. Еще одним гостем финала чемпионата стал Олег Валинский. Буквально накануне церемонии закрытия он официально вступил в должность директора Петербургского университета путей сообщения. Но, как и обещал, остался, цитирую, в периметре РЖД. В холдинге Олег Валинский отвечал за вопросы локомотивного комплекса. И в Екатеринбурге больше всего, конечно, следил за конкурсами машинистов. Даже пришел поддержать представителей дирекции тяги на наш прямой эфир. Чемпионат показал, чем сегодня живет железная дорога. А еще завтрашний день. Речь идет про юных профессионалов. Мы это будущее сняли и готовы вам показать. Смотритесь в эти лица. Уже скоро они будут переводить стрелки, ставить локомотивы на нужные пути, возглавлять станции, а может даже и целые дороги. С воспитанниками малых магистралей познакомился Денис Петров. Свердловская детская железная дорога в дни чемпионата приняла у себя юных профессионалов РЖД. Здесь прошли соревнования в шести индивидуальных компетенциях и одной командой. О том, как они проходили, расскажем в нашем сюжете прямо сейчас. Я смотрю масло в дизельном помещении, осматриваю вот эти... Как это называется? Не помню, как называется. Я вижу себя машинистом локомотива. Ну или дежурную постанцию. У меня вот два пути идет сейчас. Уже несколько лет, как занимаюсь в сфере автоматики и телемеханики. Уже готов ко всему. А я уже семь лет на нашей Свердловской детской железной дороге учусь и занимаюсь. Побеждать буду. Ну, как побеждать? Просто победю и все. Это считается несправностью. Руток, цепь, выпускник, выпускник, капельник. Приступил к колесной паре. Укрепление тормозного башпанка. Фиксаторы, регуляторы. Кинси же джек шпинтов. Сломанный концовый кран. Целостность, правда, термошки. Могу защитить локу. Целостность всех соединений. Железной дорогой я заболел достаточно давно. У меня родители работают на железной дороге. Я пока что не вырвал профессию. У меня пока что три направления. Это тяговая часть, машинист. Это вагоны. Ну, то есть вагонник, там, не знаю, проводник. И это ДК. Я думаю, мы победим. Наша команда очень хорошо подготовилась. У нас очень хорошие преподаватели. Чем вам не школа магии колдовства? Вот настоящий Хогвартс-экспресс. Рядом костюмы факультетов. А за соседней дверью компетенция прототипирования собирает детали, которые нельзя назвать. Вчера они их проектировали. Всю ночь эти детали печатали. Сегодня дети их собирают. А завтра эти детали помогут им в выполнении командного конкурсного задания. Наш СЦБшник обнаружил неисправности, отсутствие нужной детали. И я пошел за своей деталью, которую я изготовил в предыдущие дни. Но так получилось, что деталь не подошла. Но это не помешало основной работе стрелочного перевода. Дорогу императору волонтерам! Волонтерам! Дорогу императору волонтерам! На самом деле, ощущение замечательное. Мы уже здесь, и это круто. И детки, конечно, они волнуются. Но в глазах у всех такая радость. То есть мы судим тоже всех конкурсантов достойного мероприятия. Я тоже рада, что присутствую здесь в качестве главного эксперта. Вот такими интересными, насыщенными и богатыми на события выдались дни чемпионата юных профессионалов РЖД. Уже сегодня понятно, что чемпионату быть и в будущем. Так что до встречи на новых чемпионатах. Вне зависимости от возраста, каждый приехал на финал чемпионата с главной целью. Доказать себе и другим, что он лучший в профессии. Всех участников уже признали таковыми в рамках своих магистралей. Олег Фомин познакомился с некоторыми конкурсантами. Давайте смотримся в их лица. Про таких, как Василий Волков, говорят – настоящий профессионал своего дела. Он один из самых опытных финалистов чемпионата. Осмотрщиком-ремотником вагонов работает 26 лет. На конкурсе представлял вагонное депо «Иркутск-сортировочный». Нормальная, стабильная работа. Уже и привык, и меня все устраивает. Уровень подготовки этого конкурса меня просто, грубо сказать, шокировал. Потому что сколько вложено тут сил, средств и, грубо сказать, души работников, меня просто очень радует. Солидный стаж и у Натальи Семисько. За победу она сражалась в компетенции устройства, оборудования и элементы систем теплоснабжения. Оператором газовой котельной трудится 20 лет. У нее самый высокий – пятый разряд. Мне моя работа очень нравится. Каждый день какие-то новые задачи бывают. Рутинный точно не назовешь, потому что ситуации могут возникнуть разные. Работа интересная, сложная. А вот Михаил Безунов, наоборот, был одним из самых молодых участников. Соревновался в компетенции управления локомотивом. Шесть лет он трудится машинистом электровоза в депо «Иланское» Красноярской дирекции тяги. Зарплата достойная. Всегда разнообразие в работе. Нет такого, что ты пришел, сидишь, движение какое-то, что-то меняется. Ну и летом, когда едешь, по красивых местах сколько, природа. Хорошо знает и любит свое дело и монтер пути Олег Скородумов. Он работает на Северной магистрали. У него больше 10 лет стажа. Своим опытом щедро делится с молодыми сотрудниками. Я являюсь наставником по программе РЖД, стараюсь делиться с кадрами, которые вновь приходящие, каким-то опытом, советами. Опять же, это помогает ребятам быстрее акклиматизироваться в коллективе. Это на самом деле очень большое значение имеет. Многие финалисты не раз участвовали в конкурсах профессионального мастерства. Ирина Абухова попробовала свои силы впервые и вышла в финал, где стала единственной девушкой в компетенции метрология и КИП. Ирина – наладчик контрольно-измерительных приборов Ярославского центра метрологии. На чемпионате много трудились не только участники, но и волонтеры – около 170 человек. Они встречали и провожали гостей, помогали найти дорогу, отвечали на любые вопросы. Кристина Кудашкина была самым юным активистом. Я стою и сканирую на бейджиках QR-коды, чтобы пустить людей в столовую поесть. Есть те, кому не прописали обед, и они очень возмущаются, что им его не поставили. Мы говорим, что простите, у вас красная штучка, мы не можем вас пустить на обед. По словам конкурсантов, финал чемпионата позволил им не только улучшить свои знания, но и обменяться опытом. Еще до подведения итогов многие решили – за звание лучшего будут бороться и в следующий раз. Чемпионат – не только интеллектуальные битвы на конкурсных площадках, но и общение и новые знакомства. Организаторы позаботились о подобающей атмосфере. Во время конкурсных состязаний во Дворце культуры железнодорожников обустроили зоны отдыха, развлечений и активности на любой вкус. Расслабиться можно было также на экскурсиях или оценить свои познания о железной дороге. Подробностью у моего коллеги Алексея Васюкова. Для некоторых участников чемпионата культурная программа началась необычно. Железнодорожники побывали в одном из самых больших в России музеев военной и автомобильной техники. Всю экспозицию сзади не осмотреть, поэтому сосредоточились на гражданской продукции. Вся линейка «Жигулей», праворульная модификация «Москвича», про образы маршруток, ну и, конечно же, авто первых видов государства. Музей мне очень понравился, это что-то нереальное, я такое вижу первый раз в своей жизни. Просто что-то из области фантастики, прикоснуться к истории. Вообще ретро-машина – это моя мечта. Я сейчас вспоминаю, у меня мурашки по телу бегут. Ну а любители железнодорожной ретро-техники могли удовлетворить свое любопытство во время экскурсии на Уральском экспрессе из Екатеринбурга в Шувакиш. Виды из окна, дым из трубы и фотографии в настоящем локомотиве на долгую память. Визит в музей Ельцина – практически обязательный пункт. Гостевого маршрута для тех, кто приезжает в Екатеринбург. Экспозиция, посвященная первому президенту России, поделена на 9 основных залов, где можно узнать о целой эпохе в жизни страны. А еще увидит президентский лимузин. Он оснащен пуленепробиваемым стеклом, а также защитой от радиации и прослушивания. Завершается экскурсия декабрем 1999 года, когда Борис Николаевич Ельцин записал свое знаменитое обращение к россиянам. Участники выполнили первый модуль, поехали на экскурсию в Ельцин-центр. Впервые побывают в помещениях такого уровня, где интерактивно все интересно расставлено. Все можно посмотреть, потрогать, пощупать. Я больше таких музеев, в принципе, нигде не видел. Ну а настоящее море впечатлений из океанариума привезли участники чемпионата юных профессионалов РЖД. Ребята познакомились с подводными обитателями, узнали о малоизвестных особенностях всем известных рыб, ну и выбрали собственных любимцев. Экскурсия очень интересная, разнообразная. То есть очень много разных рыб, черепахи, акулы, скаты. Это все в одном месте, это все можно сразу посмотреть. Итак, 3, 2, 1, время, поехали. Среди участников чемпионата нашлись и те, чья душа после выполнения конкурсных заданий требовала дополнительной интеллектуальной нагрузки. Вечерний квиз на знание истории чемпионата профессионалов РЖД собрал тех, кто любит побеждать здесь и сейчас. В конкурсных направлениях у вас есть 4 варианта ответа. 5, 4, 3, 2, 1. Береги, ребят, смотрим сейчас. О, май, го! Ну, а для тех, кому требовалось дополнительно успокоить нервы, в Доме культуры железнодорожников проходили мастер-классы. Например, по росписи футболок. Более 20 человек увлеченно знакомились с непримечным занятием, не побоявшись испачкать краской себя и соседа. Знамо я очень хотел, чтобы я принял в этом участие, поэтому стоял, поджидал, когда начнется. Уже подарок из Непселенбурга будет. Да. Очень полезно, они помогают снять стресс, который все равно появляется, как бы мы ни старались, мы все находимся в знакомой среде, но тем не менее волнение надо как-то снимать. Ну, а если у вас нет сил ни на экскурсии, ни даже на роспись футболок, вы всегда можете прийти в фойе, где организаторы разместили вот такие пуфики и, сидя на них, принять участие еще в одном чемпионате, уже в футбольном. Что, за Урал-то можно погонять? К сожалению, нельзя. Ну, ладно, будем играть с теми, что есть. Алексей Васюков, Андрей Яковин, РЖД-ТВ, Екатеринбург. Финал чемпионата профессионалов РЖД – глобальное мероприятие для холдинга. Чтобы каждый железнодорожник мог следить за всеми деталями соревнований и почувствовал атмосферу, пусть даже через экран, в Екатеринбург приехала еще одна команда профессионалов, которая на протяжении всех соревновательных дней освещала все события и мероприятия. Команда РЖД-ТВ – это почти 50 человек вот с такими бейджами СМИ. Это корреспонденты, ведущие, режиссеры, продюсеры, операторы, гримеры и режиссеры монтажа. На протяжении всей недели мы тоже проходили испытания в своих компетенциях, а экспертами были вы. Жанна, куда мы идем? Мы сейчас идем на компетенцию техническое обслуживание, ремонт моторо-вагонного подвижного состава. Это самая дальняя точка. Я уверена, что набегало больше, чем каждый из вас. Вообще, это отдельная история про то, сколько мы ходим. Согласна, но движение – это жизнь. Волнуюсь. Волнуюсь. Давай порепитируем. Во-первых, я буду поздравить Олега Сергеевича со вступлением в должность. Вчера буквально это случилось. Потом поприветствую его на площадке чемпионата. Потом задам вопрос, как дела? Хлопы-хлопы. Мы работали на всех площадках чемпионата. Медиазоны нашего канала расположились здесь, в локомотивном депо, а также на станции Шарташ и на улице Пилотной. И там тоже кипела жизнь. Это мы! Еще одна попу? На меня. Это программа «Тема часа». Мы находимся на станции Шарташево-Свердловской железной дороге. Предстоит пять модулей на фон. Первый приняли на нее? Да. Антон, у тебя? У меня вот, я сейчас монтирую как раз твой стендап. Ты сейчас пошутил? Нет. Серьезно? Екатеринбург, который принял финал чемпионата профессионалов РЖД, удивил всех уровням организации и своей погодой. Она была переменчива. Но даже в дождь мы продолжали рассказывать о самом важном. Стою минуту до эфира. Пошли! Меня зовут Руслан Альсланов. За моей спиной. Вот здесь, рядом со мной. Заходите, ребята, заходите, не нужно. Вы вообще не получаете, да? Не дождите, но он пришел. Пять секунд. Ай! Еще одна локация, о которой нельзя не рассказать, это пресс-центр в локомотивном депо. Там было всегда многолюдно, и можно было увидеть и серьезную работу, и настоящие эмоции. Ты не снял в локомотив? Один, два, три, четыре, пять. Нет, снял. Без шагов. Руслан Арсланов и вся команда РЖД-ТВ. Екатеринбург. Почти все модули. Еще раз. На конкурсной площадке компетенции. Продолжаем следить за компетенцией. И проходят на открытом воздухе. Еще раз. По одной из важных компетенций. Организация не хочет. Алексей Басюков, Андрей Яковин, РЖД-ТВ. Екатеринбург. Забыл. Почти все модули компетенции. Специальная лаунж-утона. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Или, а мы не запустили сопля. Некоторые не сказал, да? Но в целом звучало неплохо. Если большинство агреба... Агребатов. Спасибо. На этом у меня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова